Итак, любая вещь занимает определенное место в пространстве, а пространство это и есть сознание человека, любая вещь, которая занимает какое-то определенное место в вашем сознании, в пространстве вокруг вас, оно занимает место в вашем сознании. Чем больше вещей, тем меньше свободного пространства, тем больше напряжение, тем больше стресс. И любой беспорядок, который вас окружает, дестабилизирует движение энергии, он создает хаос, он повышает вату. И вата поднимается в вашем сознании, а вата это причина абсолютного большинства проблем в самых разных сферах жизни. Достаточно сказать, что 80% всех болезней, это болезни, порожденные ватой. Вата, пита, капха. Беспорядок дестабилизирует вату. Наведение порядка, наоборот, стабилизирует движение праны, стабилизирует, то есть понижает вату. Когда вы находитесь в помещении, где беспорядок, у вас автоматически помешается вата. И наоборот. Если вы находитесь в помещении, где порядок, вы успокаиваетесь. То же самое с лишними вещами. Если вы находитесь в помещении, где много лишних вещей, а это автоматически создает хаос, у вас опять повышается ват. Поэтому наведение порядка, это стабилизация движения праны, стабилизация сознания человека. Чем больше порядка будет вокруг вас, тем больше порядка будет внутри вас. Потому что наша жизнь – отражение нашего сознания. Наведение порядка в пространстве – это наведение порядка в собственной жизни. Но беспорядок, как вы уже убедились, имеет свою специфику. Находясь в разных частях помещения, он создает разные проблемы. Вот этим мы с вами сейчас и занимаемся. Мы остановились на Агнее, на юго-восток. Агнея курирует Лакшми. Ее представитель здесь – это Шукра. Поэтому беспорядок, который будет на юго-востоке, в Агнее, создаст проблемы у человека во всем том, что курирует Лакшми. Это счастье, любовь, наслаждение, богатство и так далее. Все то, к чему стремятся люди в жизни. И наоборот, наведение порядка здесь – это наведение порядка и приведение в порядок энергии Лакшми. Энергии благополучия, счастья, процветания, любви, наслаждения и так далее, и так далее. Лакшми – это такое ярко выраженное женское начало. И поэтому любая проблема здесь, она в первую очередь отразится на женщинах. На всех женщинах, живущих в этом пространстве. Они первые пострадают. И пострадает то, к чему стремятся все – и мужчины, и женщины. А все стремятся к тому, что курирует Лакшми. Все хотят быть счастливыми, здоровыми, богатыми, худыми. И жить вечно, да? Все к этому стремятся. Получится или нет, будет зависеть от кармы этого человека. А любой беспорядок, или правильно используя слово ДО-ША, ДО-ША, в частности, на юго-востоке, создалось препятствие на пути свободного движения энергии Лакшми и создаст проблемы в достижении этого. И поэтому, когда вы наведете там порядок, у вас улучшатся отношения с Лакшми. Энергия Лакшми будет двигаться более свободно. Она не будет встречать препятствий. И, как следствие, не будут возникать проблемы с ней, с жизнью, в тех сферах, которые она курирует. И когда вы это сделаете, вы это увидите на практике. Все больше и больше людей подходят ко мне и говорят, вот мы там навели порядок, мы там сделали то-то, то-то, и сразу стало лучше. Сразу какие-то события стали происходить. Тут же. Хотя прошло совсем немного времени. Очень интересный опыт.